Если раньше мы смело планировали путешествие, то во время пандемии в любой момент поездка может сорваться из-за болезни или закрытия границ. И как быть, если путевка на руках, деньги заплатили, а отдохнуть не удалось? Отмена круиза. То есть в данной ситуации возникает обстоятельство, которое не зависит от поли сторон, в связи с чем невозможно исполнить обязательства. И по гражданскому законодательству в этой ситуации, если суд признает, что действительно возникли некие обстоятельства, которые не зависят от поли сторон, в такой ситуации турист вправе рассчитывать на возврат денежных средств. Другое дело, если путешествие отменилось из-за клиента. К примеру, турист заболел или находится в статусе «контакт первого уровня». В этом случае деньги за путевку вернут только частично. Если турист, не имея страховки от невылета, значит, по каким-либо причинам не сможет вылетать, то он обязан понести фактически понесенные расходы. Фактические расходы – это затраты понесенной компании. К ним относятся билеты, проживание и питание. Кстати, если туроператору удастся найти желающих на отмененную поездку, то деньги вернут. В спорной ситуации турист может обратиться в суд за возвратом средств. Если признают, что поездка отменилась из-за форс-мажора, то расходы разделят между компанией и туристом. Но надежнее всего – это оформлять страховку. Если вы приобрели тур и у вас есть высокая вероятность того, что вы не сможете полететь в данное путешествие, то рекомендуем воспользоваться страховкой от невылета. При наличии договора страхования туристу вернут все деньги за несостоявшееся путешествие. Также важно знать условия посещения страны, в которую хотите поехать. Например, за три дня до вылета в Египет нужно делать тест на COVID, а в Грузию впускают только людей, вакцинированных от коронавируса. Пандемия – не повод отменять путешествия, но нужно отдыхать без риска для здоровья и вашего кошелька. Продолжение следует...